Отношения церкви к Разносчикам зараза Тут можно похвалить верующих Южной Кореи Местные христиане против концерта Леди Гага в Сеуле Социальные сети ее обожают Поклонники фрикледи есть в каждом уголке планеты Однако расскажем о людях, имеющих еще голову на плечах Они живут в Корее Именно в этот день Где-то это будет уже завтра, а где-то день только начнется Все в зависимости от того, где вы нас смотрите Но именно 27 апреля проходит большой концерт Каки Born This Way Эксцентричная дама прибыла в Южную Корею еще в прошлую пятницу Чем сразу привела в негодование все протестантские церкви страны Верующие всех геноминаций собрались в воскресенье в церквях специально для того, чтобы помолиться против певицы Не задалось у эпатажной дамочки уже в аэропорту Верующие встречали ее с красивыми плакатами «Уважаемые кака, убирайся вон» Ну, на самом деле содержание постеров нам неизвестно, но мнение свое христиане высказали Один из организаторов митинга объяснил, против чего же протестуют верующие Цитата «Мы молились о том, чтобы в стране не распространялись гомосексуализм и порнография Радует и то, что правительство отреагировало на голос верующих После всего этого возрастной ценз для зрителей был повышен с 12 лет до 18 Вообще все-таки поражает наглость и разнузданность этих похабных эстрадных деятелей с грязными ручонками На такой беспредел детей тащить Ужас! Но часть территории отвоевали и то хорошо А теперь о том, каково отношение властей к церкви В Китае самое негативное Китайское правительство начинает кампанию по искоренению домашних церквей Действия чиновников будут разбиты на три этапа До июня месяца местные власти должны провести расследование и создать досье на каждую домашнюю церковь Затем в ближайшие 2-3 года будут проводить насильные слияния церквей незарегистрированных с зарегистрированными Ну а в конце церкви, не поддавшиеся этому плану, будут закрыты Срок, прописанный в документе, 10 лет Также будет запрещено использовать само словосочетание «домашняя церковь» Вместо этого СМИ должны будут говорить домашние собрания Священнослужители Китая, ведущие подпольную работу, говорят, что местные власти уже закончили создавать досье Но несмотря на всевозможные ограничения и гонения, христианство в Китае постоянно укрепляет свои позиции А вот в германском Майнце открылась выставка, посвященная отношению церкви к смеху в средние века Экспозиция носит недвусмысленное название «Блаженные улыбки и адский смех» Обратить внимание стоит на картину «Судья Христос со святыми и проклятыми» Святые улыбаются дружелюбно, их рот закрыт, проклятые смеются презрительно, трясясь от хохота с открытым ртом Среди экспонатов – скульптуры, гобелены, резьба по дереву и книжная миниатюра Цель галереи – доказать, что чрезмерный смех в католических монастырях в период раннего и высокого средневековья Считался очень предосудительным и ассоциировался с чем-то, имеющим отношение к злым силам Постепенно, начиная с XIII века, смех приобретает более позитивную оценку Однако в период позднего средневековья слезы продолжали цениться гораздо выше, чем смех, каким бы чистым он ни был Таковы события недели Развернутые материалы наших выпусков всегда на сайте tbntv.ru Редактор субтитров А.Семкин